Перед просмотром этого ролика я бы хотел сделать небольшой информационный отрезочек, где я расскажу о своем деле. На моем канале, точнее моя цель на моем канале, сделать вас сильней и помочь вам в достижении спортивных результатов и приобщить вообще в целом людей к спорту. Поэтому я занялся немного лыжной тематикой и привез специально для вас очень хорошие лыжи. Это лыжи Fischer 186 SME и 181 со шлифтами Ramzao. Все Европа, спортсех и спортсменов. Также есть Machusa M61 и M61F 192 и 187. Поэтому если кого-то данное предложение интересует, то ссылочка всегда будет на мой телеграм в описании, где вы можете узнать подробную информацию. Также вы можете написать мне по номеру телефона WhatsApp Viber, который тоже будет указан в описании. Или же мне можно даже позвонить на номер телефона и я вам расскажу про интересующую вашу пару. Структур много, все достаточно актуальные, морозные. Есть даже чуть потеплее, есть совсем на мороз. Подходят как для центрального региона, так и для Зауралия. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами канал Шунинскир. Я его ведущий Никита Лукашов. Сегодня мы с вами говорим о сравнении лыж Fischer. О трех моделях. Это Fischer 3D черные предыдущие, которые шли 20-21 год и чуть раньше. Соответственно Fischer Helium, самая последняя и верхняя модель от Fischer. И Speedmax Skate Plus, 3D обычные, скажем так, только в новой расцветке. Зеленые, последнего модельного года, 22-23 и на следующий сезон. Мы сегодня разберемся, какую пару стоит и кому именно выбрать, какая пара, чего стоит. И об этом мы сегодня поговорим. Лыж, как вы видите, у нас много. Вот здесь лыжи, вот здесь лыжи стоят еще некоторые. Ну, тут как бы частично лыжи на продажу у нас стоят. И вот здесь в основном стоят большая часть тех лыж, которые мы, ну, наши личные лыжи. Но начнем со Speedmax 3D черных. Это предыдущая модель, которая у нас тоже была несколько лет подряд. Эти лыжи именно на продажу. 186 фишки. И, собственно говоря, что мы тут можем посмотреть. Кстати, вот тут еще есть у нас даже, может быть, покажу вам Speedmax и предыдущие, которые шли, вот мои личные лыжи тут стоят и 3D-шки есть. Но вот эти вот предыдущие, которые шли до 3D, соответственно, что мы можем сказать. В 3D черных последнего, ну, не последнего года, а получается с 19-го, 20-й, 21-й, которые шли, у них появляется скользящая поверхность на краях, соответственно. Это самое большое, скажем так, инновационное изменение было в этих лыжах. Основное, а по-остальному, как бы, в принципе, не знаю, они стали достаточно тоже жесткие, как и предыдущие. Как бы, вроде бы, кажется, вот дизайн, конечно, поменялся, да, видим. По сравнению с предыдущими от 3D, которые все сейчас знают, с краями зелеными. Это, как бы, у нас, получается, какого года моделька? У них еще вот здесь писался. Модель 17-го года, получается, это. Но, в целом, в черных 3D это основная была, как я сказал, изменение. Это скользящая поверхность, как бы, 3D по краям. А в остальном это, как бы, очень хорошие лыжи Fisher, которые соблюдали их лучшие традиции. Дальше мы поговорим про уже новую модель, потому что, наверное, большинство интересует также и эту модель последнего года. Начнем с Fisher Helium. Тут стоят только лыжи нашего пользования. Это высшая модель сейчас у Fisher, которая только есть. Это, как я сказал, мои личные лыжи. Что здесь прибавилось, как бы? Ну, во-первых, это вес. У Helium изменился очень сильно вес. Он стал на почти 100 грамм меньше, чем у остальных лыж. Это главное, как бы, главное изменение. Они применили старую, скажем так, технологию Aircore. Про это все я говорил в обзоре. Ну, и, как бы, сам дизайн. Видим, то, что, как бы, это как будто под карбон сделанная вот эта вот часть боковая, которая тоже, как бы, скользящая поверхность, как и в предыдущих 3D. И, соответственно, у них изменились носки. Носки, по сравнению именно со старыми 3D, они уменьшились. Вот это тут, скажем так, площадь самой вот этой дырочки у Fisher дизайнерской. Вот сейчас рядом, как корреспондент говорит, вы можете увидеть. Ну, вот эти 186-ые, правда. Но видим, что носок был изменен. Это дало, скажем так, более лыжи стать больше в плане стабильности. Она стала, скажем так, более управляемая, опять же. И этот носок, как бы, уменьшил сами колебания после толчка. Чуть-чуть геометрия носка. Но, как бы, это уже больше, я вам скажу, профессиональное решение. Если вам нужна лыжа прям самая-самая крутая, которая вот есть у Fisher. Потому что нету гелиумов у Fisher, которые просто не ехали. Все говорят, и смазчики, и сервисеры сборной России, в принципе, и те, которых мы знаем. Все говорят, что эта лыжа получилась реально удачной. И просто вот из гелиумов нет тех, которые не едут. С любыми шлифтами. Это я вам скажу точно. Потому что реально лыжи легкие, управляемые. Ну и, соответственно, дизайн, конечно, в принципе, сначала мне он не нравился. Но потом, когда сам начал кататься, соответственно, как с новым айфоном было, он мне понравился. И, в принципе, вообще, можно сказать, что это очень классные лыжи. Так, только у нас тут убирается все это дело сложновато. У нас тут их много. И следующие лыжи, которые я покажу, это будут 3D. Последнего года тоже зеленые. Мы вот недавно их приобрели. Я про них даже не делал обзора на 3D-шки обычные. Потому что они пришли к нам в конце сезона. Я их даже затестить не успел. Но в чем изменения по сравнению с предыдущими спидмаксами? Да, они, скажем так, поменяли дизайн. Они изменили геометрию, опять же, носка у спидмаксов. Вот у последних, как у гелиумов. Но в остальном, как бы, изменения никакие больше не произошли. Вес по сравнению с черной предыдущей 3D-шкой остался такой же. Также осталась скользящая поверхность 3D. Вот как это все постоянно рекламировали фишеры. А в остальном, как бы, в принципе, это дизайн и, опять же, носок. Остальных изменений не произошло. Но, как бы, иногда стоит просто обновить лыжину, чтобы она была, наверное, новая. Соответственно. Но те и те лыжи хорошие. В целом, я вам скажу. Три пары, как бы, понятно, что сейчас спидмаксы чуть черные, чуть дешевле стоят. Вообще, в целом, эти подороже, соответственно. Гелиумы самые дорогие, конечно. Это премиальная модель. Ну и, кстати, это сильно, достаточно такая сильная разница в районе, я вам скажу, где-то 10-15 тысяч от различия от черных 3D до зеленых. И, соответственно, от гелиумов там в районе даже 25-30 тысяч может быть разница в цене, как бы. Но, понятно, как бы, вот эти лыжи, в принципе, я сам использую. У нас достаточно много 3D-шек и большая масса таких черных, потому что все-таки гелиумы стоят очень дорого. И возможности, скажем так, так быстро обновиться на новые лыжи нет. И черные спидмаксы 3D-шки остаются очень хорошим решением для соревнований. Потому что, если вы за ними хорошо, опять же, ухаживаете, подобрали качественную лыжу под себя, то они будут прекрасно служить, если вы также хорошо будете за ними ухаживать, консервировать на зиму. И, соответственно, ну, не убивать их лишний раз, не кататься в начале сезона по плохому снегу. Соответственно, кому нужны спидмаксы? Во-первых, это, как обычно, обновление с модели на модель. Кому реально хочется изменить дизайн или просто поменять лыжную. Ну, если она у вас, допустим, вот такая спидмаксина старая 17-го года, и хочется уже что-то поменять, если вам не хочется делать штаншлифт на лыжину, в принципе, и хочется как-то, не знаю, вид изменить лыжину, себя порадовать. Соответственно, можно приобрести либо последний спидмакс 3D Skate Plus, потому что это, в принципе, достаточно хорошая лыжина. Как бы, если вам не надо заморачиваться насчёт гелиумов, чтобы не переплачивать, опять же, от этой лыжины ещё 1020-15 в сторону гелиумов, и вам, в принципе, даже для обычного любителя хватит и такой пары лыж вполне себе. Вы будете довольны. Если вы будете так же бегать, опять же, я говорю, мы для себя приобрели пару гоночную спидмакс 3D, потому что она тоже достаточно жёсткая, и надо сказать, что именно гелиумов жёстких вообще не бывает, потому что у них конструкция сделана так, что у них сами по себе лыжи жёсткими... Ну, как бы, они тёплые, да, правильно корреспондент сказал, их жёсткими не бывает. Соответственно, вот эта лыжа будет чуть-чуть, может, пожёстче, но тоже разницы нет. Просто я вам так скажу, то, что у Фишера нету жёстких лыж, как у остальных брендов, как они говорят, там, Сламон Атоник. Раньше были ещё холодные, но сейчас их не осталось. Скажи, чёрный треугольничек и... Ну да, кстати, спидмакс также отличается, вот можно их отличить легко. У спидмаксов 3D треугольнички почти прозрачные, у гелиумов они более тёмные, такого тёмно-зелёного цвета уже идут. Ещё одно отличие по дизайну, скажем так, больше косметическое. Но, соответственно, если вам хочется купить самую лучшую лыжину, которая будет самая лёгкая, я их очень тоже как бы сам рекомендую, потому что я тестировал весь сезон, бегал на них почти все гонки. Они также прекрасно, очень работают. В принципе, если вы качественно подберёте также структуру в определённый нужный вам диапазон, то эти лыжи вас будут радовать долгое время. Ну, соответственно, у нас лыжи, кстати, надо сказать, есть в наличии, как и спидмаксы. 3D чёрные и зелёные хелиумы, последние тоже есть в наличии. А также, если вам нужны спидмаксы зелёные, просто спидмакс, не хелиум. В принципе, ги-хелиум под ваш рост вес мы, в принципе, подберём для вас лыжу и сможем привести качественный инвентарь по хорошей цене. Это лыжи от главного тренера сборной Франции, Симона Фуркада. Да, кстати, я забыл всё говорю про новые лыжи, но я... Тренер, это вот она. Да, 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 вот. Ну вот я достал, как бы. Ну, вообще, как я говорю, то, что мы продаём, как бы, опять же, как новые лыжи под заказ, так и 3D старые, и мы иногда продаём свой личный инвентарь, который у нас остался. У нас была лыжина из-под Симона Фуркада, привозил её Алексей Слепов, когда-то, ну, уже даже 15-14 год после сезона, и корреспондент её приобрёл, мы на ней покатались, обновили на неё штайншлифт SR123 сервисёр, в принципе, все прекрасно знают, мы к ним ездили, записывали у них также обзор на то, что они делают на их шлифты, и, соответственно, мы также продаём БУ наши лыжи, так что, если кому-то заинтересовала тёплая пара с белым пластиком, с обновлённым шлифтом, то, как бы, вы можете в этом плане к нам обратиться тоже. У нас есть Авито, и на Авито Шудинскеер, соответственно, там все лыжи, как бы, ассортимент наш тоже вы можете найти. Но, опять же, кого заинтересовало, пишите, у нас есть Телеграм-канал, где тоже можно, как бы, задавать вопросы и спрашивать, в принципе, по лыжам. Также у меня будет ссылка на, ну, в описании на номер телефона, по которому вы можете мне позвонить или написать в WhatsApp Viber и разузнать про интересующую вас пару, а также задать вопросы просто. Если у вас, скажем так, у вас есть какой-то вопрос по лыжам, по структурам, по подготовке лыж, мы вам ответим, и, в принципе, мы можем вас немного проконсультировать. Это всё, как бы, возможно. Соответственно, всем большое спасибо за просмотр, всем удачных тренировок, тренировок, готовимся к сезону, тренируемся, и всем большое спасибо за просмотр, всем пока!